Ракета-носитель «Союз-2» предназначена для запуска космических аппаратов на околоземную орбиту. За 2021 год РКЦ «Прогресс» выполнил 22 пуска ракет этого типа. По словам генерального директора предприятия Дмитрия Баранова, в текущем году планируется запустить еще 20. А вот разработка сверхтяжелой ракеты-носителя для полетов на Луну была приостановлена. После представления эскизного проекта заказчику, которым выступила корпорация «Роскосмос», с РКЦ «Прогресс» был заключен госконтракт на выполнение технического проекта, однако его вскоре расторгли по инициативе «Роскосмоса». Сегодня нет единой позиции, какие задачи должен решать такой носитель. Нет единой позиции по порядку и способу финансирования. Имеются также вопросы, может быть, как-то пересмотреть облик ракеты-носителей в пользу изделий с большим применением новых технологий. В конце прошлого года утвердили график создания ракетно-космического комплекса «Союз-5». Летно-конструкторские испытания назначены на следующий год. Одна экспериментальная установка уже была успешно испытана. Сейчас на различных этапах сборки находятся два бака. Один с окислителем, другой с топливом. В первом квартале этого года их отправят на испытания в город Королев. Еще один бак находится в завершающей стадии сборки. Его будут испытывать позже. Летом должны быть готовы все результаты испытаний. А уже в конце года планируют отправить готовую огневую машину в Центр координации проектов «Сергия в посаде». Сейчас мы ввели одну, полностью одну из трех установок для сварки тренинг с перемешиванием. И сейчас начали изготовление деталей для экспериментальной установки еще одной. И я думаю, в ближайшие буквально недели, даже не месяца, а недели начнем изготовление уже первого летного образца. РКЦ «Прогресс» ведет работы над созданием малых космических аппаратов АС-2Т для дистанционного зондирования Земли. Они предназначены для получения стереоскопических изображений земной поверхности, а также будут использоваться для мониторинга чрезвычайных ситуаций. Максим Магомедов, Григорий Плешаков, События.